Пришла посылка из Китая В этой посылке находится дрон SG-907 Сейчас мы ее вскроем Посылка пришла в идеальном состоянии Продавец очень коммуникабельный, отзывчивый, общительный Отправил посылку на четвертый день после заказа Посылка шла 11 дней Это вообще шикарно, учитывая, что сейчас посылки идут по два месяца И некоторые не доходят То это за 11 дней Хотя в условиях доставки было написано, что должна прийти к 20 декабря Я так и рассчитывал, что к Новому году только ее получу Но сейчас мы ее откроем Вот сейчас мы ее аккуратненько Аккуратненько Вот у нас Откроем Ух ты, небесно Вот эта крышечка Вот мы ее наконец-то открыли И мы тут имеем Сразу лежит стикер, отверточка и кабель зарядки Раз, два, три, четыре, пять мануалов Один лануалов Второй Третий Четвертый, пятый Понимаю, что Сейчас разберемся Вот Один Ага Два Два Аккумулятора Должно быть Три Так Вот Сам Упаковано Так Заказывал я Не Красивые Упаковки А В коробочке Поэтому Так Оно Дешевше За счет этого Выиграл Один Аккумулятор А он, извините В розницу Ни много ни мало А Тридцать долларов Стоит Поэтому Пожертвовал Фирменной коробкой Ради Дополнительного Аккумулятора Вот У нас Такой Квадик 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 Теперь Пульт Теперь Пульт Достанем Скотч Подрежем скотч 2 2 4 5 4 5 5 6 6 Все на месте, вот наш кладрик, вот он кладрик, аккумулятор, жаль, конечно, что он не поддерживает, но мы это еще проверим, не поддерживает карту памяти. У меня была переписка с продавцом, уже, правда, после того, как внутрь 4К, одна камера, вторая, аккумулятор легенький, 240 грамм, вес квадрокоптера, разъем микро-USB для зарядки. Оставим на зарядку все, проверим. Ну, о характеристиках этого квадрокоптера мы будем говорить чуть позже. А вот у нас, тут надо отверточкой открыть на 4 батарейки и смартфон. Ну, вот так вот, сейчас мы откроем здесь пакетик. Кабель зарядки, ну, обычный кабель зарядки. Стикер просто вставляется, он даже не включается. Подпружиненные стикера, кнопки. Ну, обзор его возможностей сделаем чуть позже. Итак, дорогие наши дроноводы, дронолюбы, дрономаны. Вот наш супер мини почти как Mavic. Но, к сожалению, не Mavic. Но хотя функций хватает. Вот он наш SG907. Ну, если кто хочет посмотреть обзоры по управлению этим зверем, более качественные, более профессиональные, будем так говорить, смотрите обзоры в YouTube на SG906. Практически это один к одному SG906. Единственная разница у них это моторы. Здесь коллекторные дешевые, а там стоят без коллектора. Все остальные функции, ну, за исключением еще зума, здесь присутствует, хотя он абсолютно не нужен, зум 50-кратный цифровой, от которого толку никакого нет. Потому что это настолько размазанное все, что вы ничего не увидите с этим зумом. Поэтому по функциям, которые у него есть, очень хорошо изложено в YouTube, у Елеана, у того же, при обзоре 900 SG906. Ну, SG906, SG906. У нас SG907. Новинка, как говорят, пишут, рисуют в YouTube и в интернете 2019 года. Что же эта новинка из себя представляет? Мои впечатления первые. Я две недели пытался, так сказать, выжать все функции, которые прописаны производителем и продавцом к этому дрону. И в том же рекламном ролике, который снимался, я так понимаю, с помощью Mavic Pro, скорее всего, 2-го. А все эти записи, которые были сняты с помощью Mavic Pro 2-го, были приписаны вот этому зверю, зверьку. Этот зверек весит 237 грамм. Он на 12 грамм легче Mavic Mini, который сейчас так усердно рекламируется в сети. Значит, ну, конечно, Mavic — это машина, Mavic Mini, но, извините, за него отдать надо 400 долларов, а за этого всего около 100. Можно даже меньше. Можно и за 88 долларов купить. Можно за 100. Можно с запасными аккумуляторами. Вот с такими. Видите, у него такие хорошие аккумуляторы. 7,4 вольта, 1600 миллиампер. Очень легко разбирается. При желании можно заменить содержимое даже на 1800 миллиампер. Ну, просто надо найти эти аккумуляторы. Они 1800 миллиампер. Немножко чуть-чуть больше где-то. Но хотя можно поискать хорошие. В моей комплектации три аккумулятора. И, к сожалению, один из них, тот, который был родной, который здесь стоял, хорошо крепился. Я не знаю, какой. Нет, не этот. Вот. Кажется, вот этот. Вот этот. Он оказался не совсем свеженьким. Ну, или он не совсем свеженький, подержанный. Или его еще надо гонять и расконсервировать. Я не знаю. Но дрон на нем летает с этим аккумулятором не более 7 минут. Хотя эти вот два, которые здесь стоят, они мне в помещении дали 21 минуту и на улице 18-19 минут. Это при температуре воздуха где-то ниже 10 градусов. Ну, естественно, вы знаете, что литиеполимерные аккумуляторы, но все литиевые аккумуляторы, они при низких температурах очень быстро разряжаются. Но при плюс 9, где-то плюс 8, плюс 9 эти аккумуляторы дали 18-19 минут полета. То есть то время, которое было заявлено производителем, что он будет летать 16-18 минут, он летает 18-19 на этих аккумуляторах. А на этом, извините, на этом аккумуляторе только 6-7 минут. Поэтому с этим он справился очень даже успешно. Функции, которые ему предписаны вверх-вниз, взад-вперед, влево-вправо и другие. То есть управляемость замечательная. Значит, знакомство с этим дроном у меня сначала вызвало разочарование, потом вызвало восхищение, затем опять разочарование. Понимаете, вот это смешанное чувство, желание его продать, потом желание его оставить, значит, оно борется до сих пор у меня еще. Ну, больше всего меня, конечно, разочаровывает эта камера. Камера, ну, тут естественно, сама камера неплохая. И я постараюсь вам продемонстрировать, то есть в роли, которые я буду монтировать, я включу те кадры, которые он делает в стабильном положении, то есть не летая. Очень даже приемлемое качество. Качество фотографий тоже приемлемое. Съемки, значит, CD-HD, фотографии с разрешением 3000 с копейками на 4000 с копейками. Они очень большие по объему. Ну, то есть качество можно из них выжать очень приличное, очень приличное. Хоть в полете, хоть в статическом положении. Поэтому, ну, что касается видео, если видео в статическом положении еще более-менее приемлемое, то в полете, независимо от того, что там пишут, стабилизация, коррекция, ни хрена ничего никакой коррекции, ни стабилизации. И даже пытаясь все это стабилизировать, корректировать в редакторах, в видеоредакторах, ну, очень-очень-очень посредственно. И, понимаете, смартфон подчас не справляется. У меня вот Xiaomi Note 4X, значит, в принципе, неплохой смартфон на девятом андроиде. Но, когда включаешь запись с экрана и включаешь видео с камеры на смартфон, ну, программа просто вылетает. Он не справляется, вылетает программа, приходится перезагружать, перезапускать. Это ненормально. Поэтому, главный недостаток. Ну, я не буду говорить, что отсутствие бесколлекторных движков – это недостаток. Может быть, это даже для него и плюс. Потому что весит он чуть-чуть, 237 грамм. Уже с БК-движками он весил бы потяжелее. Но это спорный такой вопрос, потому что все-таки бесколлекторные движки на эти малышки – это неплохо. Конечно, тяга, тяга слабовата, потому что я пытался сюда прилепить экшн-камеру, которая сама весит 60 грамм и плюс подвесик небольшой такой, но все-таки, который стабилизирует немножко изображение. Подвесик – это штатный подвесик от Симы X8 SG. Он хорошо сюда лепится, все. Но вот так вот запускаешь его, так его запускаешь. Он две секунды держит камеру и потом плавненько-плавненько опускается. То есть мощи у него, естественно, не хватает. Хотя вот 906-й при погрузке экшн-камеры ему на хребет успешно выполняет функцию полета с экшн-камерой. Поэтому там БК-моторы свое дело делают. Но немножко отвлеклись. Мы говорили о качестве видео-фотосъемке. Образцы качества видеосъемки я вам тоже приложу. Посмотрите. Может быть, даже параллельно с моим рассказом я буду демонстрировать. Посмотрим, как этот монтаж у меня сложится. Писал я море. Погода, правда, была ужасная. При, сразу оговорюсь, при солнечной ясной погоде, качество и видеосъемки, и фотосъемки очень неплохое, приемлемое. И даже та запись, которая происходит на смартфон, видеосъемки, из нее можно что-то выжать. Но, к сожалению, что день такой был один, а записи у меня как таковое не получилось нормальной. И если там кусочек где-то что-то получится, выжил с записи экрана, я вставлю, покажу. А остальное все я пытался, ну, сами понимаете, ноябрь месяц. Хоть он и является в этом году месяцем аномальным, аномальным по температуре, температуре именно плюсовой. Обычно у нас в ноябре месяце даже бывают, ну, не то что заморские, бывали случаи, когда на 9, 10, 11 ноября у нас катки здесь были, снег лежал и лед. Ну, для Одессы, конечно, это тоже не совсем естественно. Но, правда, после этого дожди начинались, слякать. Но сейчас очень сухая осень, очень теплая осень. Дождей нет, но есть туманы, есть облачность, солнца нет. И поэтому мне приходилось в последние дни снимать в условиях отсутствия солнца. А, естественно, нет солнца, освещение плохое, качество съемки тоже не важно. Но если фото еще вытягивает это разрешение, 3 с хвостиком, 4 с хвостиком, имеется в виду тысяч, то видео, которое здесь нет, 4К видео, здесь есть подобие Full HD, но будем прямо говорить, что это даже не Full HD. Хоть и пишется, файл пишется, что это 1080 на 1920, а HD пишет, что 1080 на 2000, тоже с какими хвостиками. Ну, там, единственное, что получается, растяжка по горизонтали, вот. И, ну, где-то чуть-чуть улучшается, но стабилизации никакой нет. И когда снимаешь видео в режиме HD, то оно такое прыгучее, такое трясучее, что лучше уже снимать в режиме 1080p и хоть какую-никакую включать коррекцию или стабилизацию изображения. Вот, поэтому и с этими файлами можно еще что-то там попытаться делать. Можно увеличить контрастность, можно увеличить резкость, можно попытаться убрать где-то на отдельных участках тряску и что-то где-то какие-то секундные моменты прилепить уже в спланированный фильм, видео где-то, можно использовать во всяком случае. Вот, но, опять же, опять же, ну, необходимо хорошее освещение. Будет хорошее освещение, будем что-то видеть. Вот, пока у меня нет такой возможности оттянуть до весны с этим обзором, ну, тоже нет никакого у меня желания. По той причине, что на сегодняшний день русскоязычного обзора этой зверюги, вот этой зверюги, маленькой, легенькой, хорошенькой, честно говоря, у меня прям сердце прикипело к этому дрончику. Он такой хорошенький, вот, так летает, так управляется, он поднимается, ну, я на 120 метров его не запускал, но на 106 метров он у меня взлетал, даже я как-то забывал про него, не контролировал. Я смотрел, думаю, 50 метров, а он оказывается уже на 106 метров. Поднимается моментально на функции. Автовзлет, автопосадка – идеально. Возврат домой – идеально. Облет точки делает, фотографирует, ну, тут есть проблемы. В первый раз фотографирует по двум пальцам, потом не добьетесь от него никакого фотографии. Не знаю, с чем это связано. Или это бэк этого программного обеспечения, или это мой глюк. То есть, может, ближе надо подходить, может, дольше надо пальцы, может, пальцы надо длиннее иметь, может, пальцы от головы надо отводить. Ну, не знаю. Вот два раза он у меня щелкнул, два раза он меня сфотографировал, больше он меня не хотел фотографировать. Управление жестами, ну, проблематично. У 906-го тоже там эти проблемы были. Карту, не скажу, что он карту не видит. Видит карту. Один раз он у меня полетел по карте, потому что мне удалось даже точки нанести по карте. Вот, и он полетел, ну, полетел что-то, когда он полетел, я испугался, что, может быть, я точки не там поставил. Вот. И он полетел в сторону дома и деревьев, мне пришлось его резко вернуть. Потому что у меня уже был прецедент такой. Симы X8 White. Когда она улетела у меня в сторону деревьев, зависла, а потом с шумом грохнулась об асфальт. Ну, ничего, она живая. Я, оказалось, поломала только себе защиту винтов и одну ногу. Так все остальное было нормально. Но все равно зрелище было неприятно. Я не хотел, чтобы этот дрочек повторил судьбу Симы X8 White. Поэтому я его быстренько-быстренько вернул на футбольное поле. Вот. Облет делает движение за пультом управления. Я сам не разобрался в тот момент, когда я пытался его заставить что-то делать по этой функции. Когда я отключил эту функцию, он подлетел ко мне, встал над моей головой. И я не знал, честно, откровенно, что мне делать. И он не знал тоже, что ему делать. Поэтому мы друг друга здесь не поняли. Может быть, она даже и работает. Вот. Облет он четко делает. Но только облет чего, непонятно. Вот. Один раз он облетал, пытался облетать меня. Второй раз, когда я включил, он облетал ворота футбольного поля. Опять же, может быть, здесь я. Ну, следует за мной функция. Ну, я вам скажу, непонятно. По той причине, что она выполняется только при отсутствии спутников. То есть, если спутников нет, он выполняет функцию, должен выполнять. Следует за мной. Ну, так как я безуспешно пытался отключить спутники в течение двух дней, они не отключались. Но зато успешно они отключаются, эта функция отключается в помещении, где спутников ни одного нет. То есть, нажимаешь кнопочку, вот эту вот, которая у нас за видео отвечает. Нажимаешь эту кнопочку, и он отключает эту функцию, и все, он летает без проблем. Вот. Но только не за мной. Он просто летает по помещению. Может быть, он тогда бы и за мной полетел, но на улице он этого делать не хочет. Вот. Поэтому я сразу вас предупреждаю, что не все, что там прописано, оно выполняется вот так, как должно выполняться у других. Оно, может быть, и выполняется, но для этого необходимо создать определенные условия. Определенные эти условия создают или вы, или условия сами их создают, эти условия. То есть, ну, спутники пропадают напрочь все, и GPS, и GLONASS. Потому что он рассчитан на две системы, и на GPS, и на GLONASS. Поэтому при плохой видимости, при тумане, при пасмурной погоде, при облачности, которая нависает над головой, он 17 спутников видит постоянно. И поэтому убрать эти 17 спутников не получается никак. Он управляется железно, возвращается к вам с любой точки. Но опять не забывайте, пускать его в городе, пускать его в городе, проблематично в том, потому что, ой, столько помех. Ну, просто ужасное количество помех существует, электрических наводок, радио. Здесь и только этих вышек мобильной связи. Ну, возле меня, там, где я пускал, значит, по горизонту от меня, значит, по, на северо-востоке, несколько вышек. И за моей спиной буквально, ну, в 40 метрах. Если впереди, буквально где-то в 50 метрах от меня находились ретрансляторы мобильной связи, значит, то сзади в пределах где-то 30-40 метров от меня находились. И получается, что я постоянно находился в поле действия вот этих вышек мобильной связи. Ну, там, конечно, где-то 4G действовал сигнал, а у меня связь с квадрокоптером была в диапазоне 5G. Вот, но все равно помехи, извините, радиопомехи сильнейшие. Поэтому далеко его отпускать не очень хотелось бы. Вот, я так и не делал. Я не проверял его на дальность, я не проверял его на дальность управления. Это необходимо сделать за городом. Но когда я выехал за город, был сильный ветер. 25 км в час ветер, извините, для такой малютки, это же все-таки солидно. Его сдувало и вряд ли что-то я смог бы с ним сделать конкретное и выяснить, на что же он способен. Поэтому, пока поверьте мне на слово, то что дрон за свои деньги, с этими функциями, которые имеют, если еще в них полностью до конца разобраться, значит дрон нормальный. Я советую даже, особенно для начинающих дроноводов в возрасте от 14, да даже можно и младше. Здесь у меня мой внук просит, дед, подари мне его. Без проблем, я подарю, но будет ли смысл какой-то подарить? Потому что одно дело, я ему уже, ну не я, а дед Мороз ему подарил вертолет. Ну что там, аккумулятор сел, перестал заряжаться, бросили его и все валяется. Дед, правда, его отремонтировал, поменял. Аккумулятор увеличивал емкость в два раза вместо 150 мАч, поставил аккумулятор на 300 мАч. Плюс еще у деда есть, но опять же, будет ли ему это интересно? Видео, ну так себе. Хотя можно наблюдать. Система FPV работает отлично. То есть все в смартфоне наблюдается, все видится. Значит, единственное, когда делается запись, задержка увеличивается. Очень долго сохраняется снимок. Вот я сначала не могу понять. И причем при произведении снимка, так как файл, фотофайл очень большой по объему, когда начинается сохранение, не всегда или программа выдерживает, или смартфон. Происходит перезагрузка программы и, естественно, снимок не сохраняется. Поэтому надо очень внимательно наблюдать за этим процессом и сохранять снимки. Снимки можно делать шикарные. Я вам скажу. Особенно, если вы хотите заснять какой-то объект с высоты птичьего полета, а то и выше. Потому что он поднимается над всеми 9-12 этажными домами и все это видит. Ну, я не знаю. Ну, буквально все практически видно. А еще, если эти снимки обработать немножко на компьютере, в программе по обработке видеофото, то тогда могут получиться вообще замечательные снимки. Ну, это на любителя. На любителя. Я, конечно, больше склонен к видео, и поэтому меня значительно разочаровало качество видео. Но, извините, чем-то надо за 100 долларов. Чуть больше 100 долларов я получил 2 аккумулятора, 3 аккумулятора. Ну, один, будем считать пол, 2,5 аккумулятора. Потому что тот аккумулятор, который был, это не тот. 2,5 аккумулятора за 103 долларов в Алиэкспресс, это вообще задаром. Конечно, можно было взять сумочку, но у меня есть сумочка, в которую можно переносить. И вообще, я, в принципе, хотел его продать. А вот теперь думаю, стоит ли. Потому что очень, очень, очень приятная вещь. Очень легко управлять. Очень, очень притягивающе и затягивающе. Ну, у меня есть, кроме этого, еще дроны. Вот, есть и CIMA X8, плюс еще BMPOS X16, который позволяет мне снимать видео в хорошем качестве на двухосевом электрическом подвесе. Значит, стабилизация, все. То есть, достаточное количество экшен-камер. А это вот для души. Для души или это для начинающих, для подростков, для детей, кто хочет освоить дрон. Или, если хотите, сделать подарок. Да не только ребенку подарок. Подарок взрослому. Сделайте. Понимаешь, я вам гарантирую, что человек будет в шоке. Сначала в шоке от того, что надо как-то разобраться, а потом в шоке, когда он начнет им управлять. Он получит массу удовольствия. Он массу удовольствия получит от управления. Массу удовольствия получит от тех снимков, которые он сделает. Ну, от видео, конечно, не получит. Но от снимков он получит удовольствие. Ну что, перейдем к программному обеспечению, которое у нас есть. Давайте включим программное обеспечение. Ну, вот такое у нас программное обеспечение. Я перейду, естественно, сейчас к записи с экрана. И поэтому уже при записи с экрана я буду комментировать, что какая кнопочка или какой графический элемент на экране, за что отвечает и к чему он нас приводит. Перейду. 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 Перейду.